Фактически, Россия заявила о своем желании сесть за стол переговоров. На Украине это нельзя политически, потому что президент Зеленский сам себе запретил участие в переговорах. Но, конечно, прилет американского президента – это очевидный знак поддержки, проводимый президентом Украины данной ситуации, политики, признание, я не знаю, ну, в общем-то, символический шаг. Не везде политика вот такой эскалации больших военных расходов встречает понимание у избирателей. Уже начинаются стачки, уже начинаются проблемы. Правы ли мы, что мы тратим, да, такие большие налоги, говорят зарубежные европейские избиратели, на, в общем-то, производство вооружений, а не на, собственно, какие-то нужные. Многие, да, считают, и в том числе российские эксперты, что это является попыткой больше такого символического, участия, да, зарубежных стран, европейских, с которыми у России сейчас на сегодняшний момент весьма напряженные отношения, в попытке больше не столько помочь Армении, сколько, так сказать, помешать в России и в ее последнических усилиях. Все-таки, видимо, проблемы Лачинского коридора не упираются в элементы подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном.